Саламу алейкум и рахматуллаху и баракату. Бисмиллах и альхамду лиллах. Вассалату и ассаламу аля Расулиллах. Мы отправимся в путешествие. Столь интересное, занимательное и прекрасное, полное испытание и несущее нам множество уроков. Каждому из нас, будь то стар или млад, мужчина или женщина. Это история жизни человека, самого любимого нашим пророкам, алейхиссалату вассалям. И это никто иная, как Аиша. Да будет доволен ею Аллах. Ее полное имя Аиша бинт Абиббакр, дочь Ум Румман. Она выросла в семье мусульман. Ее отец был сподвижником и самым близким другом посланника, алейхиссалату вассалям. Родом она была из племени Курайшитов и родилась спустя четыре года после того, как пророк алейхиссалату вассалям получил божественное откровение. Она была любимой дочерью своего отца Абубакра. Особенность Аиши, да будет доволен ею Аллах, заключалась в ее описании. В книгах о ней мы обнаружим как минимум 10 особенных качеств, которыми мечтала бы отличаться каждая женщина, да и каждый мужчина. Давайте рассмотрим их. Во-первых, она была красавицей. Согласно описаниям, она была хрупкого телосложения. Она ставила высокие цели. Она всегда стремилась получить больше, только не в мирской жизни, а в жизни грядущей. Она была невероятно наблюдательной и обладала безупречной памятью. Ее речь была внятной, ясной. Она была не по годам умной и знающей. Это лишь одна из ее отличительных черт. Она разбиралась не только в вопросах религии. Многие скажут, конечно, ведь она выросла в доме пророка, алейхиссаляту вассалям. Но она знала поэзию, умела лечить зубы и разбиралась в медицине. Что однажды ее даже спросили, нам понятно, откуда у тебя знание религии, фикха, хадисов. Но откуда у тебя знание медицины? На что она ответила. Я наблюдала, когда к посланнику, алейхиссаляту вассалям, наведывались бедуины из разных племен с вопросами, и он отвечал им и обучал их пророческой медицине. Так я и научилась. Наблюдательность. Она запомнилась многим очень щедрой. Известная всем история о том, как она держала пост. Все знали, как она часто постилась. А случай этот произошел во времена Умара, да будет доволен им Аллах. Он отправил им нечто подобное ежемесячному пособию, и она велела своей помощнице раздать его людям. Сама она постилась. Когда же пришло время разговения, она посмотрела на помощницу и попросила ее принести еды. Та ответила ей, но у нас ничего нет. Помощница добавила, «Почему ты не оставила немного денег нам на еду?» На что Аиша ответила, «Что же ты мне не напомнила?» Субханаллах. Рассказывали, что она любила поиграть. В еще одной известной истории о ней рассказывается, как она бегала на перегонки с пророком, алейхиссаляту вассалям, два раза в его жизни. Первый раз, когда она была помоложе, и тогда она победила. Позже они снова соревновались, и победил он. Он засмеялся, алейхиссаляту вассалям, посмотрел на нее и сказал, «Это за тот раз». Она часто задавала вопросы, и мы, как единая нация, как умма, многому научились благодаря ее вопросам. Например, однажды она отправилась к посланнику, алейхиссаляту вассалям, и спросила, «О посланник Аллаха, всем своим женам ты дал прозвище, Кунья, я хочу, чтобы ты и мне дал прозвище». И он назвал ее «Ум Абдуллах», «Мать Абдуллаха». Всем женщинам, которым Аллах не предписал иметь своих детей, послушайте следующее. У самой любимой и самой известной женщины в исламе не было детей, хотя она была младшей женой пророка, алейхиссаляту вассалям. Если вы почитаете комментарии ученых на этот счет, то узнаете, что когда Аллах лишает вас определенного блага, то даже не сомневайтесь в том, что Он восполнит вам чем-то лучшим. Чем же Он восполнил ей? Глубокими знаниями, любовью посланника, алейхиссаляту вассалям. Всем тем, что она сделала для этой уммы. У нее было прекрасное чувство юмора. Однажды она сказала пророку, «Бывают лошади с двумя крыльями? Двукрылые?» Он переспросил, «Лошади с двумя крыльями?» И она сказала, «Да, Сулейман, мир ему, ездил верхом на конец с двумя крыльями». Пророк засмеялся и сказал, «Да, да, все правильно. Когда мы встречаем супружескую пару, многие из нас интересуются, а как вы поженились?» «Так как же они поженились?» «Алейхиссаляту вассалям» «С Айшей» «Да будет доволен ею Аллах». «Все благодаря Аллаху» «Субханаху вата'аля». И пророк Алейхиссаляту вассалям сам рассказал ей, «Дважды ты явилась мне во сне. В одном из них я увидел изображение лица под шелковой тканью. Я приподнял ее, чтобы разглядеть, кто это, и увидел тебя. А в другой раз он увидел во сне, как просит у Абу Бакра ее руки, какой же высокой жизнью они жили». Приводится, что она была главной опорой посланника «Алейхиссаляту вассалям». «Аллах восполнил утрату Хадиджи, да будет доволен ею Аллах». Единственной опоры пророка «Алейхиссаляту вассалям» появлением Айши, да будет доволен ею Аллах. Завтра, иншааллах, мы продолжим рассказ о том, какой еще памятный след она оставила после себя.